Приветствую! Гутен так! В общем, всем привет! Сегодня, ребята, у нас на повестке дня пиар-рассылочка от бренда Ellen Pro и их адвент-календарь на 14 делений. Лучше поздно, чем никогда, я считаю. Расскажу, где я пропадала, почему долго не было новых видео. Также мы с вами посмотрим, какую новую татуировочку я набила. В общем, дело у нас просто по горло. С самым милым котом на свете ужасно по всем вам соскучились. Надеюсь, что вы по нас тоже. И если вам интересно посмотреть, как же все мы на себя наносили и что же нам попалось в адвент-календаре, желаем вам приятного просмотра! Субтитры сделал DimaTorzok Давайте раскроем вместе и распотрошим этот адвент. К сожалению, уже как бы не самое время адвентов, поэтому мы будем воспринимать это просто как рассылочку от бренда Ellen Pro. В любом случае, у меня она тоже достаточно поздно пришла в декабре, поэтому я бы не успела снять ее, как полагается, с открытием всех двериц. Как это назвать? В общем, дверочки я бы не все открыла по порядку. Поэтому мы с вами сейчас сделаем это все вместе и вот просто как оно идет подряд. Так как у меня много продукции Ellen, которые я покупала самостоятельно, я думаю, что-то из этого календаря мы с вами разыграем. И в первом номере у нас на меня смотрят румяшки, ребят. И, по-моему, в оттенке, который у меня есть, то он 101 розовый. Да, там пусто все. Так, вот так они выглядят. И я думаю, что я не буду их распаковывать сразу. Будем откладывать сейчас в две кучки, которые для вас и для меня. Так, румяшки пока в сторону. Ищем второй номер. Второй номер тоже какой-то такой немаленький. Опа! Ага, тут что-то, что я еще не пробовала. Я возьму ножницы, пожалуй. Опа! Да, здесь пудра, которую я еще не пробовала. Поэтому это мне будем с вами сегодня наносить. Тон 102 светлый бежевый. Не уверена, что он самый светлый у них в коллекции. Но надеюсь, что мне темным не будет. Дальше у нас идет третий номерок. О, смотрите-ка, здесь тональный. Я его тоже не пробовала. И я хотела как раз-таки флюид. Был он у меня в корзине на сайте Makeup. Еще и оттенок мой. Замечательно! Будем сегодня с вами фарфоровые с таким тональным флюидом. Очень упаковка похожа на Dior Backstage. Тоже такой жидкий тональный. Четвертый номерок какой-то такой маленький. Ох ты ж, как тяжело достается. Ага, здесь у нас консилер. А какой-то номер 2 Ivory. У меня был в другом номерке. Мне он не очень понравился. Мне кажется, я его не поняла. Либо у меня он был какой-то просроченный. Потому что у меня что-то не то было с фетром. Или как это называется? С пипкой, в общем, для нанесения. Потому что она как будто окислилась. Еще до того, как мне вообще в руки попал этот консилер. Поэтому я нарекала на неправильное хранение сайта Makeup. Попробуем с вами дать второй шанс этому консилеру сегодня. В пятом номере нас ждет, я уже вижу, плампер. Я его тоже хотела, но сама не покупала. Спасибо, Элла, что даете возможность что-то новенькое попробовать. Так, здесь есть номер. Тон 02 сияющий. Так, шестой номер после пятого у нас идет. О, смотрите-ка, здесь сразу палетки. И палетки, которые мне серия не понравилась. Я думаю, что их я не глядя сразу вам могу подарить. Здесь как раз дымчатый кварц. Это то, что у меня номер. И второй номер 103 Rose Gold. Кстати, смотрите, какая красивая подборка. И здесь вот эти рефилы, которые такие как будто сильно рыхлые. Это вот эта формула, она классная. Поэтому, несмотря на то, что матовые мне здесь не понравились. Здесь очень красивые сияшки. Так что считаю, что палеток несколько. Я думаю, у нас в этом видео, ну в этом розыгрыше будет просто несколько победителей. Но это уже я потом в инфобоксе пропишу. Так что, когда будем выбирать победителей в инстаграме, сами все увидите. Дальше у нас идет седьмой номерок. И здесь, походу, снова румяна. О, смотрите, у меня такого номера точно не было. Персиковый 103 класс. И выглядит очень стильно. Упаковка у Элен. Вот эта обновленная линейка. Очень приятно глазу. Восьмой номерок. Слушайте, еще один тональный, что ли? Ну вообще, можно просто все-все от Элен попробовать. Софт Мат Ликвид Фондейшн. Слушайте, а лицо-то у меня одно. Ну, может, будем наносить с вами пол лица такого, пол лица такого, потому что я обновленные тональные от Элен еще не пробовала совсем. Девятый номерок. Так аккуратно пытаюсь открывать, чтобы оно у нас тут все не разорвалось. Что-то еще один плампинг. Да, мне кажется, что да, прозрачный. Тон первый прозрачный. Ну-ка, чем вы отличаетесь? Кажется, что они абсолютно идентичны. Просто этот розоватый прозрачный. А давайте-ка прозрачный я себе вставляю. А вот это вам пойдет. Просто не думаю, что есть смысл открывать оба, чтобы все на одно мое лицо шло. Десятый, самый большой. Странно. Обычно в адвентах ложат самое большое на последний номерок. А я вижу, что там даже 14 еще есть. Ну ладно. О, мои любимые мультифинишные палетки. Да, здесь все две. Ну ладно, я не буду делать вид, что я не знаю наполнения, потому что я, мне кажется, уже у всех блогеров видела, что здесь внутри. Палетка Дасти у меня есть точно такая же, но с разбитым рефилом. Ради одного разбитого рефила я как бы не буду себе ее оставлять, менять. Потому что это тоже вам, ребята. А мы сегодня на мне будем пробовать стенок Сэнди. Уж очень мне понравилась палетка Дасти. Я вам просто весь год оставшийся с тех пор, как попробовала вот эту линейку Эланд Про, советовала. И в фавориты у меня входила вот эта палетка Дасти. Так что с вами посмотрим, насколько другой оттеночный ряд. Хороший, нехороший. Может быть, чем-то отличается. Я вам так уверенно советую все мультифинишные палетки. Будем с вами наносить. Ну и сводчи, конечно же, сделаем. Одиннадцатый номерок. Слушайте, еще один плампер, что ли? Не-не-не. Здесь гель для бровей, который тоже у меня уже вообще фактически закончился. Я его прям очень активно использовала. Это даже не гель для бровей, а жидкое мыло для бровей. Уже не раз высказывалась по поводу того, почему я его не куплю еще раз. Просто, ребят, оно прям очень хорошо фиксирует волоски. Но если у вас они тоненькие, то у вас очень много налета от вот этого мыла может остаться. То есть оно не выглядит сильно натурально. Это прям для жестких бровей, которые вообще ничего не берет. Это мыло точно возьмет. Но вы можете намучиться в плане того, что вы кисточкой, когда будете снимать, у вас много продукта, и оно такой шмяк на бровь. И потом непонятно, чем это вычесывать. Ну, в общем, уходит это на розыгрыш. Я себе точно второе оставлять не буду, потому что не буду им пользоваться. Надеюсь, что я никакие номерки не пропустила, потому что это вообще первый адвент в моей жизни. Хоть вот у нас и вот так происходит, как бы подряд все номерки, но ничего страшного. Так, у нас здесь еще один консилер. Вот такой я не пробовала. Написано, что здесь высокое покрытие, но при этом он подсвечивающий. То есть он, по идее, под глаза у нас идет. И оттенок 102 натуральный бежевый. Надеюсь, что не будет мне темным. Тринадцатый номер здесь. Ух, куда-то мы поехали, ребят. Здесь много карандашей для бровей. И нужно их как-то все подоставать. Ох, не очень удобно здесь вот в продуманном момент. Так, все. Нет, ребят, еще, еще здесь карандаши. У меня такой карандаш уже есть. Уже не помню в каком оттенке, в таком талповом. Я, наверное, подумаю, какие цвета себе оставить, какие тоже пойдут на розыгрыш. Но вот эти карандаши прям очень классные. Слушайте, а может и все себе оставлю, потому что они у меня как расходник очень хорошо для видео идут. Поэтому они недорогие. Вот если мыло для бровей я не могу вам советовать, то карандаши прям у Элен замечательные. Вышли вот эти обновленные микробрау. И последний номер у нас четырнадцатый. Слушайте, это жидкий хайлайтер. И он снова не хочет у нас вылазить. Так, все, а ну давай, давай капризный вылазь отсюда. Будем тебя пробовать. Если, конечно, смогу достать. Хайлайтера-то у меня как раз и не было. Но были жидкие румяна. Я от них не сильно-то в восторге осталась. Надеюсь, что хайлайтер нам с вами понравится больше. Не тестируется на животных. Но нету пометки веган. В любом случае, я не фанат веганской косметики. Вот то, что cruelty free, это круто. И Lamelle, и LN Pro, оба бренда, не тестируют свою косметику на животных. Так, ребят, мне кажется, что все. Все номерки я раскрыла. Ничего, вроде мы с вами не забыли. Ну да, все здесь на месте. Здесь, кстати, указан состав. Но я его, честно, не смотрела. Наверное, чтобы было удобнее доставать. Но здесь как бы без номерков. Просто весь состав данного адвента. Круто, мне кажется. Как для пиар-рассылки. Обидно, конечно, что LN не продумали, как это в продажу пустить. Потому что многие из вас мне писали, что хотели бы получить такой адвент. Я, конечно, понимаю, почему. Потому что действительно много продукции. И можно сразу все от бренда попробовать. Это, ребят, то, что вам достанется. То, что я еще не пробовала. Сейчас мы с вами тут все добро разложим. По факту, ребят, у адвента очень хорошее наполнение. И мне есть, что попробовать, чтобы окончательную картину бренда как-то в своей голове до сложить. И также я очень рада, что здесь именно палетка Дасти. Потому что я в ней уверена. Она замечательная. Здесь крутые сияшки. Так что кого-то из вас она порадует. И я думаю, мы так и разделим с вами. Кому-то достанется две Infinity Color. Или три победителя сделать. И давайте каждому по одной палетке. И, наверное, как-нибудь вот так. То есть будет у нас три человечка. И будет палетка плюс румяная палетка плюс плампер. И мыло плюс палетка Дасти. Да, замечательно. Это я откладываю. И это достанется кому-то из вас. Ну, а все остальное мы сейчас с вами развернем камеру. И будем на себя поэтапно наносить. Вы знаете, что я не люблю начинать макияж с лица. Поэтому начнем мы с палетки. И потом доберемся до всего остального. Что ж, ребят, наконец-то мы с вами встретились. У нас был большой перерыв. И мне кажется, я уже вообще забыла, как перед камерой сидеть. У меня сегодня полный бойкомплект. Шелушинки на носу от насморка. Кожа в крайне удручающем состоянии. Глаза немного красные. В общем, будем это все исправлять косметикой LN Pro. Посмотрим, как это будет ложиться на проблемную, болезненную кожу. То есть я вот только-только переболела. И все еще чувствую себя в процессе выздоровления. Поэтому губы сухие, они все покусанные. Поэтому как никогда, кстати, как говорится, тестировать косметику. Да, это все очень неприятно. Но зато можно протестировать косметику в боевых условиях. Как она будет ложиться не на здоровую кожу. И пока я, наверное, буду делать брови. Только не за кадром, а вместе с вами. Я расскажу, что же со мной произошло. Почему меня не было на канале почти две недели. Я думаю, вы меня потеряли. Особенно те, кто не подписан на мой инстаграм. Или не видел мой пост в сообщество YouTube. Поэтому советую заглядывать, что туда, что туда. Там часто бывает много полезной информации. Если я куда-то пропадаю. Брови я уложу моим мылом от LN. Которое все еще никак не закончится. Но здесь я вам уже показывала. Прям вот на стеночках что-то. А то тут, то там еще есть. Карандаш, который мой уже использованный 101 номер. Я хочу попробовать какие-то другие оттенки. Которые мне попались в адвенте. Насколько они вообще отличаются. Потому что по свочам, которые я для вас подготовила. Я поняла, что 101 хоть немножко отличается. А вот 102, 103, 104 они как будто одинаковые. Ну может 104 капельку темнее. Именно по оттеночному ряду. И я не сильно вижу разницу вообще, какой оттенок вам выбирать. Вот разве что 101 он для совсем блондиночек. Или там если вы не любите темные брови. А так-то вы не прогадаете с этими карандашами. Потому что они, знаете, не такие же прям черные, рыжие или еще какой-то. Они все плюс-минус нейтральные. Так, я начну, наверное, с самого темного, 104. Мне интересно его попробовать. Я им форму выстрою. Наверное, нижнюю границу. В общем, сейчас начну делать по ходу дела. Потому что брови не моя сильная сторона. Стараюсь их делать обычно за кадром. Потому что у меня они как-то... Кто в лес, кто под рову обычно. То есть я как-то не акцентирую внимание вообще на макияже брови. Типа сделано и сделано. О, 104 сразу так хорошо видно. Все-таки 104 со 101 сильно отличается. А 104 прям моментально вижу, что границы появляются. 101 номер, он такой прям для русеньких. То есть им можно наслаивать, возюкать, возюкать. И у вас там не сильно видно, что брови проявляются. Смотреть, один такой взмах. И все, и граница появилась. Очень люблю щеточку этих карандашей. Они прям счесываются. В общем, ребят, что со мной произошло? 30 вечером мы с мужем пошли гулять. Мы живем во Львове. И, соответственно, нам хотелось ощутить вот этот весь праздник, который в Инстаграме так немножко дразняще манил. Потому что все ходили на эти ярмарки. Хотелось выпить глинтвейн. В общем, сходили мы. Зачем? Зачем тебе это делать? Зачем? Сразу же в тот же вечер мне стало плохо. Но я подумала, что это обычная простуда или усталость. И я выпила себе то ли фервекс, то ли амидстром, что-то, ну, знаете, вот эти порошки от простуды. И пошла себе спать. Но 31-го, когда мы должны были резать оливьешку, чистить пандаринки и заниматься всем праздничным неподобством, мне становилось все хуже. И я почему-то подумала, что это ангина. Потому что мне было больно глотать. Воспалился лимфоузел. Ну, и, в принципе, было похоже по симптоматике на ангину. Но, ребят, как вы понимаете, если бы это была ангина, то на 2 недели я бы с канала не пропала. Мы пришли в больницу на 4-й или 5-й день, когда я вообще смогла встать с кровати. Потому что у меня не было сил. Я ползла в туалет. И максимум, что еще меняла у кота? Лоточек. Потому что, ну, а кто, кроме меня, будет это делать? И врач вначале такая, так, ну, понятно. Там посмотрела горло, послушала легкие. А потом, когда услышала, что у меня, как бы, 5-й день температура 39. И она не постоянно. А мы ее сбиваем, а она вечером возвращается. Но, в любом случае, 5 дней температура 39, это ненормально. И она спросила сразу, конечно же, сдавали ли мы ПЦР-тест. ПЛР, ПЦР. Ну, смотря на каком языке вы говорите. И все. И, походу, ребят, мы с мужем умудрились поймать новый штамм короны. Потому что я уже болела сиемом прекрасным в прошлом году. Но у меня была классическая корона. То есть без каких-либо штаммов. Тогда штаммов-то еще не было. И она протекала не совсем так, как в этот раз. Но и схожесть была, но и различия были. Я даже не знаю, как это описать. Но люди, которые болели ковидом, мы вот и читали мои посты в инстаграм с описанием происходящего с моим телом. Сразу писали и в личку, и в комментариях, что да-да, вот как будто второй раз ковидом болею. И действительно, ребят, все то же самое было. То есть ощущение, что вот-вот отойдешь в мир иной. Так, сейчас я выберу какой-то другой цвет карандаша. Давайте 102-й посветлее возьмем для начала брови. Но при этом у меня вот что смущало. У меня не пропали вкусы и запахи. Ой, так что-то начинаю заболтываться. И бровь начинает рисовать сама себя. И я вот что-то все до последнего думала, что это не корона. Потому что вкусы и запахи не пропали. Но я потом начала читать про этот дурацкий омикрон в интернете. И поняла, что вот эти новые штаммы, дельта и омикрон, у них не у всех пропадает вкус-запах. Ну, при них. Поэтому, ребят, если вам прям очень-очень плохо, ну вот, очень-очень плохо, это вы вообще не можете встать с кровати, у вас температура 39, кашель, соответственно, и сопли у меня тоже были, то если у вас не пропал вкус и запах, не факт, что у вас не корона. Поэтому будьте осторожны. Я вообще безумно рада, что я перед вами могу сейчас тут сидеть. И что я, можно сказать, вычихалась. Да, у меня там, как всегда, постковид остался. Побочки всякие на сердце сильно, как всегда, дало. Опять я с вами тут с тахикардии, с пульсом 160. Красота. Но главное, что я вообще сижу. Поэтому берегите себя. Я, конечно, всегда вам это говорю, чтобы вы себя берегли. Но, как говорится, как один раз обожжёшься, то ещё больше пытаешься всех уберечь. Главное, чтобы я ещё сама себя берегла, было бы неплохо. А то я вас всегда берегу, а на себя иногда и забиваю. Но торжественно обещаю в этом наступившем 2022 году как-то поответственнее относиться к своему здоровью. Потому что, ребята, я понимаю, что и вы меня потеряли за эти две недели. И мне как-то не сильно в кайф было вот это вот лежать и думать, встану ли я вообще с кровати или на ней так и останусь. Так, мне очень нравится, как 104 оттенок себя ведёт. Да, он такой темноватый. То есть всю бровь я бы, наверное, не заполнила. Потому что я всё-таки не брюнетка. Беру посветлее оттеночек и уже им какие-то проплешины до заполня. Получается бровь более объёмная. Вам, конечно, вообще не обязательно все четыре оттенка покупать, чтобы вот это вот играться с, не знаю, с фактурой какой-то. И при этом карандаши действительно очень бюджетные, что мне колпачок не хочет доставаться. И, в принципе, если вы всё-таки любите вообще заниматься бровями, для вас это важная часть макияжа, то почему бы и не взять, собственно, несколько оттенков. Я теперь точно буду этим всем пользоваться. Потому что я заметила, что на видео я часто, когда пользуюсь помадкой от Evelyn, хоть она не сильно какая-то там жёсткая, вот, например, помадка от Top Face, я поняла, что вы мне её всё советуете. Она, я просто посмотрела пару обзоров, намного больше плотность имеет. И, соответственно, вы проводите одну линию, у вас бровь прям заполняется. Evelyn такая прям пудровая, вот, хотела сказать полупрозрачная, но она больше как пудровая. И, соответственно, в жизни это вообще выглядит натурально, но камера почему-то хватает пигмент сильнее. И я часто сижу на видео с бровями просто какого-то невероятного размера. А это мне не сильно нравится. Вообще, ребят, когда снимаете макияж для фото или видео, угадать, как это будет смотреться в кадре, это только методом пробо-ошибок. То есть накрасились, пофоткались или сняли видео и посмотрели. Потому что очень часто то, что я вижу перед собой в зеркале, и потом то, что я вижу перед собой на монтаже, это вообще две разные вещи. Сейчас я действительно довольна бровями, которые у меня получились. Мне кажется, чуть-чуть кривые, но бог с ним. На камеру у меня всё равно нередко нормальные получаются. И теперь уложу мыльцем. В принципе, я редко делаю брови для вас на камеру, а вы иногда просите. Я думаю, ну вот, настал момент, когда, в принципе, можно и постараться. Вот о чём я и говорила насчёт этого мыла. Начинает очень много продукта переходить на волоски, и я не знаю, куда его деть. Если этим мылом работать не с карандашом, а с помадой, то помада вообще очень сильно смазывается. И вам либо лучше вначале пройтись мылом, потом помадой, либо как-то потом счищать границы, куда это мыло, продукт у вас унесло. Потому что, видите, у меня тут наверху уже немножко грязь. Я говорю так, потому что у меня, например, гели для бровей, не мыло, а именно гели классические. Мне сейчас нравится переделанный от Luxe Visage в новой формуле, Art Deco мой любимейший. Они так не делают. Они за собой продукт не тянут. Особенно если кисточку немножко очищать. Здесь у меня что очищай, что не очищай, всё равно мне очень тяжело. Но, возможно, у меня просто, что не клеится с этим мылом. Если вам нравится или вы как-то его укротили, то, пожалуйста, продукт-то неплохой. То есть он прям не совсем ужасный. Просто я считаю, что для хиленьких бровей или у которых мало волосинок, то вам это не подойдёт. Потому что вы будете шмякать. И у вас это всё кучкой такой будет оставаться на волосках. Ну, не очень натурально, разве что для съёмки. Так что, ребят, я рада, что я снова с вами. Да, мы будем потихонечку пытаться вернуться в рабочий режим. Потому что я всё-таки сейчас полноценно настроена на то, чтобы восстановиться нормально. Потому что после первого ковида я очень активно вошла в рабочий график. И потом, соответственно, ходила к кардиологу, к эндокринологу. Ну, в общем, решала все свои проблемы не на первом плане. Потому что мне казалось, что если я там хоть немножко на канале пропаду, то всё, прощай. Так, границу я немножко подвыровняла себе. Но мне очень приятно, что за две недели пока меня не было. Мы с вами достигли, во-первых, двух тысяч подписчиков, ребят. Это и ваша заслуга, конечно же, потому что вы меня поддерживаете. И это меня мотивировало. И, наверное, я даже давала какие-то силы, чтобы поскорее поправиться и вернуться к съёмке. Так, в принципе, всё ок, но не знаю. Вроде я и говорю, что ок. А мне брови всё равно не нравятся. Но, возможно, это не проблема мыла. Может, мне просто вообще не нравится, как я эти брови укладываю. Научите меня кто-нибудь уже эти брови нормально укладывать. Давайте переходите к глазам. И для того, чтобы попробовать палетки, нужно сделать основу, базу из консилера. Давайте определимся, каким консилером лучше это сделать. У меня сейчас кожа, где я тёрла салфеткой, должна немножко подуспокоиться. И давайте пока определимся с консилерами. Мне чем не понравился скин кавер, так как я его уже пробовала. Я скажу честно, я от своего первого, который я вот вставляла вам там, где кусочек видео с окислившимся спонжем, я его вообще выкинула, потому что он странно пах, он странно себя вёл на коже. Но я всё-таки надеялась, что это именно из-за того, что у меня просто сам консилер как-то неправильно хранился. Я хочу пожаловаться Эллен, если вы вдруг смотрите мои видео. Верните, пожалуйста, или перевыпустите вот этот старый консилер, Pro Conceal. Это старый LN Professional London до ребрендинга. Я, наверное, ещё с прошлой зимы на канале и в комментариях просто в видео вам советовала именно этот консилер до ребрендинга. У меня он здесь уже и стеночки все вымазюканные. Мне нужно скоро от него избавиться, потому что у него просто срок годности подходит к концу. Замечательный, он плотный, он высветляющий, он не окисляется, но там минимально. Короче, один из моих самых любимых бюджетных консилеров вообще ever. И я очень сильно надеялась, что LN Pro, раз LN Professional мне нравился, то выпустят просто какие-то более чуть обновлённые форматы. Не знаю, там баночки поинтереснее или аппликатор поудобнее, потому что здесь аппликатор немножко застарёт в баночке. Но, к сожалению, совершенно другой продукт я получила. И я не уверена, что я им довольна. То есть вот этот мы, конечно, с вами сегодня ещё раз нанесём, но по первым впечатлениям мне он не нравится. Здесь заявлена якобы формула, которая дышит, то есть он не должен забивать поры. Не знаю, ребята, всё-таки, если уже говорить про продукты для лица от LN Professional или теперь LN Pro, очень хотела покупать вот этот старый консилер, потому что мне он идеально подходил. Но ладно, старый так старый, будем привыкать к новому. Здесь вот есть второй консилер с такой губочкой. Не знаю, у меня в голове сразу Шарлотта Тилбери с её этими пипками. Понятное дело, что Шарлотту Тилбери я не пробовала, но часто у блогеров других видела в обзорах. И я согласна, что это не очень гигиенично, поэтому, скорее всего, на лицо это не очень хорошо наносить, если у вас проблемная кожа. При этом она заявлена, что это флюид, но с высоким покрытием. И я на руке, когда это мазала, но оно такое плотное, мне кажется, им бы хорошо какой-то каткрис вырезать. Давайте вот эту штучку оставим для лица. Будем перекрывать что-то. Может, не знаю. Что делают, а? Давайте всё вместе пробовать. Вот это мы нанесём на веки. А это под глаза, потому что я уж не знаю, что от этого ждать. Мне заранее они оба не сильно нравятся. Так, у меня оттенок там какой-то средний, вроде 102-й, то есть это не самый светлый. И мне он точно будет темноват, как и, в принципе, тональное, судя по всему. Ладно, скрестим пальчики, что я не буду сегодня. Будь здоров, миссис апельсин, в этом обзоре. Так, беру спонжик. Я его заранее намочила. И сразу прохожусь, чтобы он не зафиксировался. Мало ли, я уже не помню, фиксируется он или нет. Так-то классно выравнивает оттенок. Да, у нас и какие-то венки, покраснения, всё убралось. Так как мне он чуть-чуть темноват, можно сказать, что он делает лёгкую цветокоррекцию, такой как будто персик, да. И с краснотой он неплохо справляется. У меня сейчас глаза могут краснеть не от косметики. Ребят, я проснулась уже с красными глазами. Походила, пока помыла голову и всё остальное, то вроде они пришли в чувство. У меня просто скачет давление, поэтому глаза тоже краснеют. Ну, я с этим ничего сделать не могу. Но предупреждаю, если вы вдруг увидите, что глаза красные, это пока что не из-за косметики Элен. Так, мне нравится на самом деле, как сейчас сидит консилер. И какой же у меня это оттенок. 102 Ivory. Вроде даже... Смотрите-ка, подстроился. Может, у меня правда просто был испорченный консилер, который я на мейкапе покупала, не знаю. И беру, который поплотнее консилер, под глаза. Ой-ой-ой. Как странно этим работать. Он такой плотненький. Но вот эта пипка очень приятная. Ну-ка, давайте этой пипкой я немножечко его распределю. У меня есть подозрение, что я очень много его нанесла. Так, сразу говорю, ребят, кто аллергики или кто не любит запахи в косметике, сейчас еще это понюхаю. Угу. Они пахнут по-разному. Вот этот отдает капельку спирта, ну, чем-то таким химозным. Вот этот же пахнет детской присыпкой. У меня детская присыпка, вот эти ароматы косметики ассоциируются с косметикой соли, потому что китайцы уж очень любят аромат детской присыпки. И мне это вообще не нравится. Так, вот этот нижний консилер, который с пипкой, он гораздо более кроющий. Ох, ничего себе! Но он и немножко больше пластилиновый. Даже влажным спонжем его тяжеловато разносить. Нужно, наверное, не ждать, пока он схватится. А вот нанесли, сразу распределили, а то у вас будет беда. Так, в принципе, зона подглазья мне сейчас вообще нравится. Ух, ничего себе! В камере странно выгляжу, как будто маска, да? Давайте. И сюда уже немножко стягиваю, чтобы вы не смотрели на мои покраснения. Поберегу вашу психику, ребят, после новогоднюю. И, кстати, у меня после ковида, вот этого второго, очень сильно выпали волосы, просто оставались в руках такие клочки. И у меня здесь бэби-волосиков стало еще больше. Так, пока мы не приступили к глазам, давайте нанесем на губы плампер, потому что они у меня еще и покусаны. Я надеюсь, что сейчас печень сильно будет, ну, типа в качестве какого-то увлажнения, не знаю, ну, или просто, чтобы симпатично выглядело. Вроде хорошо мы с вами идем, да? Продуктивно. Так, Plump and Glow, Volume Izen Lip Gloss. Но если выливать, он по-любому сейчас печь будет, нет? Пахнет очень вкусно. Отдушка такая конфетная, но не банальная. Мне кажется... Ой. Это плампер, да? Это плампер. Я чувствую какой-то ментол. О, не слушайте. Можете ошибаться? Пока просто не сильно печет. Но при этом посмотрите, какие губежки. Они прям как маслицем намазанные. Ой, слушайте, мне нравятся. Ну, то есть это именно как блеск. А я бы вообще назвала это какое-то жидкое стекло. Кайф. Выглядит очень красиво. Да. Мне нравится, во-первых, что у меня именно прозрачный оттенок. Я смогу поверх матовых помад добавлять потом. И эффект, конечно, прям... Ты мне и правда начинаешь нравиться? И пока действительно вообще особо никакого сжения нету. И факт того, что у меня очень сильно покусаны губы, они и потрескавшиеся, и покусаны. Это, знаете, когда насморк, то он дышишь, и у тебя это все кусками отваливается, то классический плампер бы у меня тут уже просто устроил пожар. Нет, вот эта штука прям мега приятная, и очень красиво смотрится на губах. Посмотрим, ли они сделают полоску, а то она у меня, видите, вот тут вот странно фото как будто скатывается. Ну, ладно, в процессе нанесения уже на это будем обращать внимание. Конечно же, в процессе нанесения теней я имею в виду. Итак, ребят, палетка у меня Sandy, и дастей я прихватила уже свою использованную, открытую. Ой, у меня этот оттенок, который раскрошился, так и продолжает периодически вываливаться, поэтому я уж не буду тут с этой палеткой мотылять. Я взяла, может, просто захочу какой-то еще оттеночек отсюда добавить. Но в целом, сегодня у нас будет больше полноценный обзор на Sandy палетку. Свочи отличная, ребята. Она прям очень теплая, такая классическая палетка в коричнево-золотой гамме, но при этом здесь сияшки дуо-хромные есть. То есть это не просто палетка, где у вас просто золото и просто коричневые. Я даже не знаю, как ее еще описать, потому что мне кажется, на камере не так сильно хорошо видно дуо-хромность. Вот эти два больших рефила, так я показываю, вот эти два, ребят, они прям клевые. Особенно вот этот большой, он и розовый, и золотистый. Я надеюсь, что на глазу это будет лучше видно, чем там на пальце или то, что я вам на руке снимала. Но в любом случае, мне палетка уже понравилась. Мне кажется, что она ничуть не уступает Дасти, но она совершенно в другой цветовой схеме. Поэтому я прям думаю, так, главное теперь удержаться не купить еще Кэнди, потому что мне из всех палеток, которые мультифинишные вышли, да, хотел сказать, мультихромные, нет, мультифиниш, то палетки называется серия, то мне еще очень сильно, ой, простите, ребят, привлекло мое внимание Кэнди, она там с розовинкой такой. Так, что мы будем сегодня делать? Я вот сидела-сидела после свочей и думала насчет каткриза, потому что здесь сияшки обязаны быть в центре внимания, они очень сильно красивые. Здесь по граммовке 10 грамм, абсолютно нормально для такого качества, плюс у нас здесь рефилы немаленькие, да, здесь нет зеркала и мне очень нравится ее в руке вот так вот теребить, потому что она очень качественно сделана, здесь такой прозрачный пластик и вы периодически меня спрашиваете какие-то именно, да, все, мы теряем голос, какие-нибудь золотистые теплые палетки, то я вам советую Эвелин, Чармин Молка и Энджел Дрим очень хорошие. Мне кажется, теперь я смогу еще Сэнди советовать, потому что здесь есть доохромчики, а кто у нас не любит бюджетные доохромы, все любят. Ничего себе! Давайте, ребят, сделаем пожелание быстренько, хорошего дня, потому что я сегодня без кофе и мне очень сильно нужна вода. Я почему-то после болезни не могу пить кофе, ребята. просто меня воротит, особенно от чистого запаха кофе, да, это произошло, можете мне верить или не верить, но самый большой кофеман всея ютуба, кажется, потерял любовь к кофе. Я, когда давление падает, стараюсь его пить и я еще могу нормально воспринимать кофе с молоком, причем молока должно быть значительно больше, чем кофе, но вот чистый кофе, черный, сваренный, просто мне аж дурно. Я надеюсь, что это временно, потому что я много чего слышала, у меня просто при первом ковиде, когда пропал вкус и запах, то у меня, когда вкус и запахи вернулись, то я как бы к восприятию продуктов ничего у меня там не перевернулось, не знаю, в голове у меня все было ок, а тут я просто некоторые вещи, которые очень сильно люблю и которые всегда ела или пила, не могу, все воротит, поэтому пока мы с вами тут с водичкой, ребят, после праздников желаю всем вернуться в форму, наверное, это актуально, не актуально, праздники тоже давно прошли, это у меня знаете, 30 число и потом сразу 10 какой-нибудь января, потому что до этого я просто кровать встать не могла, но в любом случае никогда не помешает держать себя в форме, всем хороших будней и праздников минувших, жаль, что меня не было рядом с вами на канале, но ничего, нас ждут еще впереди много классных роликов, а давайте уже приступать к палетке, палетке, очевидно, нету зеркала, ребят, периодически голос пропадает, может вот это вот и что-то происходить, я возьму, намешаю сейчас коричневых и сразу нафигачу в складку, здесь, как и в палетке даст, и вообще в новой формуле у Элен и у Ламель нету прям таких каких-то плотных текстур, то есть здесь есть пигмент, но он такой как бы средний, и вам его сильно-сильно насловить не получится, то есть не какая-то глубина, что у вас там градиент или схема от темного к светлому, от светлого к темному, здесь плюс-минус все на одном уровне, и я не могу сказать, что это прям сильный минус, если вы ищете палетку именно для жизни, а не для съемки. Давайте возьмем вот такой немножко розоватый, я просто люблю розовый макияж, и этот такой какой-то коричнево-розовый будет у нас в складочке, так, сейчас покажу вам, как переносится, оттенок не сильно пылит, хоть кисть достаточно пушистая, о, фокус, вот так вот у нас выглядит пигментация на кисти, я нахожу, где у меня складочка, и начиная туда-сюда, туда-сюда, просто по консилеру работать, кисть у меня достаточно пушистая, она натуральная, это Париса косметикс, мне они в пиар отправляли свои кисти там из более старого запуска и из более нового, в принципе кисти вполне себе адекватного качества, особенно когда они на скидках на мейкапе бывают, по консилеру тени отлично наслоились, так, и оттенок как раз плюс-минус то, что я от него ожидала, что-то такое в теплинку, но явная розовинка читается, потому что не люблю просто классические коричневые, ну как, люблю, конечно, но для меня чисто такие коричневые макияжи это что-то больше осеннее, когда листочки опадают, ох, осень я вообще в принципе люблю, и осень у нас на канале в этом году была очень красивая, с вставочками из города, поэтому подписывайтесь, ребят, на канал, я часто делаю по возможности какие-то прогулки, беру вас с собой в город, в парк, но я сейчас пока болела, то, конечно, никаких вставок особо не было, по-моему, я вам сделала только вот вставку с новой татуировкой, но то не так интересно, так, давайте возьмем вот такой вот какой-то персиковый оттенок, ой, какой красивый, он даже как будто немножко пастельный, не знаю, зачем я понюхала, палетка немножко пахнет, но мне кажется, это пластик пахнет, а не тени, то есть, ой, тени на носу, особо отдушки никакой от них не ждите, чуть ниже розового оттенка, накладываю вот этот персик, смотрите, какой красивый цвет, я даже могу сказать, что он пастельный, да, он как будто немножко разбеленный, и он очень хорошо переносится, прям хочется его поднабить, потому что оттенок очень красивый, дальше я возьму кисть факел от Revolution, здесь номер R3, это Buffen Eye Crease Brush, вот так кистьюлина выглядит, простите, рука трясется, и возьму самый темный коричневый, такой большой рефил, и уголочек внешний затемню, прям постараюсь забить этим пигментом, на кисть переносится отлично, и совсем капельку пыли, когда я пытаюсь набить пигмент, то я больше прикладывающими движениями это произвожу действие, то есть, о, все, глаза начинают краснеть, так, ребят, не отвлекаемся, набиваю коричневый, очень хорошо переносится матовое, но то, о чем я и говорила, здесь нету какой-то прям глубины или возможности подна слоить, то есть, вы набиваете и у вас получается нету такого, что вначале посветлее коричневый, вы его поднаслоили и он там супер как-то затемнился, нет, это вот максимум, что я могу сделать, и если для каких-то макияжей, которые там условно креативные, мне этого недостаточно, то для вот таких жизненных макияжей, то мне это очень комфортно, мне сегодня хочется создать немножко такой вытянутый глаз, как будто кошачий, поэтому я увожу тушевку немножко в сторону, вроде получается, то что у меня еще вид такой немножко болезненный, и мне бы хотелось макияжем это нивелировать, так, я коричневый наслоила где-то в три слоя, и вот максимум, который у меня получил, забираю самый светлый, уже пушистой кистью, оттенок больше похожий на какую-то такую пудру темную, и немножко смягчу границу коричневого, чтобы получилось дымка, надеюсь, сейчас дымка получится, а не желтуха, потому что оттенок, мне кажется, очень пигментированный, нужно быть этим аккуратным, в любом случае вот эту зону мы потом еще будем проходить тональным, консилером, так что даже если желтуха получится, то мы ее с вами уберем, и на втором глазике также смягчаю, я возьму на ту же пушистую кисть, которая брала оттенок темной пудры, ну наш условный оттенок темной пудры, темно-коричневый, да, нормально набрался, и его еще во внешний уголочек, где у нас именно складочка под на слою, чтобы добавить условного затемнения, вроде получается, наверное, будет честно, если я не буду использовать клей для глиттера, но для каткриза в любом случае нужно подготовить форму, поэтому я, наверное, возьму вот этот консилер, консилер-то в доме у всех есть, консилер выдавливаю себе с вот этой штучки на руку, он очень удобно выходит, то есть нет никаких проблем, чтобы дозатором себе куда-нибудь на палитру или на руку его перенести отдельно, и уже с руки кистью буду набирать, чтобы вырезать наш каткризик, я хочу огромный, огромный каткриз, не могу сказать, ребят, что этот консилер прям идеальный для каткриза, он хоть и плотный, то есть у него много пигмента, он жидковатый, и соответственно у меня кисть то туда, то туда, куда-то там что-то подтекало, и мне приходилось все выше и выше этот каткриз задирать, нет, наверное, все-таки даже скинкавер лучше для каткриза подходит, если уж вы хотите его вырезать, потому что вот этот с пипкой, он немножко сильно жидкий, немножко сильно, ну, что вы в курсе, я бы нехал, врубился, до меня дошло уже, и теперь самый ответственный момент, это выбор сияшки, я очень сильно хочу нанести яркое золото, но при этом и дуахром я не хочу обделять, давайте яркое золото по нижнему веку пустим, дуахромчик по всему верхнему, и так я сказала, по движнему, по нижнему, не знаю, что я сказала, уже все, крыша едет, и в уголочке будет вот эта сияшечка, она тоже такая, немножко полупрозрачная, а вот этот крайний, ребят, как бронзовый, сейчас я объясню, почему я не хочу его брать, он очень красивый, вот, буквально один-два и сводч, он очень плотный, вот так вот по пальцу растягивается, но это как бы классический металлик, в нем единственном нету-то какой-то дуахромности, и металлики, это, конечно, все очень хорошо, качественно, особенно, он качественный, но мне хочется, конечно же, если уж и есть выбор, готов в дуахром больше влезть, и давайте подберем какую-нибудь хорошую кисть, или спонжем это лучше наносить, нет, хочу плоской кистью попробовать для начала, а потом уже, если не получится, то пальцем поднаслойить, снова беру кисть факел, но уже не от Revolution, от Color Intense, и набираю очень активно наш дуахромчик розово-золотой, и начинаю хорошенько наслаивать его на глаз, так, что-то у меня этой кистью как будто немножко жуется века, пока не делаем преждевременных выводов, набираю на палец, вот так это все дело переходит, и пальчиком наслаиваю на подвижку, конечно, с клеем это было бы ярче, но мы договорились с вами, что клеем еще не используем, поэтому фигачу пальцем, как могу, да, что-то как-то не очень ярко, а мне бы хотелось, чтобы это все, конечно, посимпатичнее блистало во все стороны, так, ладно, меняем план, сюда, что сюда? Театр абсурда, бредная гаса, слушай, фигачу вот эту большую сияшку, рефил большой, золотистый, и на бочок, сюда, также пальчиком, да, это что-то поярче, чуть-чуть выглядит, будет у нас из золота в розовый, такой переход, в принципе, о, симпатичный, даже получился у меня розово-золотой перелив, как я и хотела, но без клея, конечно, поднаслоить пришлось знатно, где-то 2-3 слоя на каждый оттенок, поэтому у меня там на веке уже бог знает, что происходит, и давайте по нижнему веку возьмем вот этот яркий, прям желтый, надеюсь, что он перейдет чуть получше, чем другие оттенки, так, а ну-ка, не замыливайся, дружочек, если что, сейчас пальцем буду его наносить, специально консилер также сюда стянула, чтобы было куда лепить этот цвет, простите, кисти, что-то вообще не очень, да, пальцем, совершенно другая песня, наверное, лучше не страдать, непонятно чем, на палец, и потом уже на глазик, почему-то пальцем вот эти все мелкие блестки, они гораздо круче переходят, и, соответственно, она здесь просто уже какая-то жароптица вырисовывается, я бы все-таки не советовала лениться и брать какую-то базу под такие сияшки, потому что с наслоением это тоже красиво, конечно, но зачем мучиться, вот, я тут еще розового жахнула, вышло очень даже, у меня есть немного осыпаний, сейчас мы их уберем с вами, но перед этим я хочу показать, как выглядит палетка после использования, рефилы, в принципе, не сильно замыливаются, и матовые, просто в отличном состоянии, то есть, даже если вы, как и я, прям сильно трете, что пальцем, что кистью, эта палетка после активного использования все равно сохраняет товарный вид, и ей приятно пользоваться, у меня вот моя Дасти даже с разбитым рефилом все равно, ребята, так, простите, тут еще и крышечка такая пошатанная, все равно, видите, все в отличном состоянии, я ей все лето пользовалась, и, наверное, часть осени тоже, такое лето, это летом у нас был у Амель Салфлав, а Элен вышли осенью, всю осень ей пользовалась, ох, когда столько косметики, то такой сидишь, думаешь, когда вообще это было куплено, и не можешь вспомнить, мне кажется, что для глаз я уже все, что могла, нанесла, давайте я сейчас сделаю, наверное, какую-нибудь стрелочку и ресницы намажу, и будем с вами пробовать тон. Давайте снимем сережки, пока будем наносить тональный, чтобы я их не испачкала, потому что если я их не снимаю, я тогда забываю вот эту зону прокрашивать возле ушек, и это смотрится не очень. Ну и плюс часто забалтываюсь, поэтому иногда на видео у меня эта зона просто отвратительно выглядит. Итак, как я и обещала, у нас будет половина лица флюида и половина лица матового. Я даже не знаю, с чего начать, потому что вот этот матовый мне вообще не понравился на руке, флюид же наоборот мне понравился, но мне кажется, что флюид сильнее окисляется, и у него запах такой не очень приятный. Давайте, наверное, начнем с флюида. Что у нас здесь заявлено? Легкое, невесомое покрытие, что в принципе обычно от флюидов мы и ждем. На первом месте водичка, и мне кажется, что такой формат тональных больше подходит людям с жирной кожей. Я как раз обладатель жирной кожи, единственное, что у меня сейчас просто очень много шелушинок, кожа воспаленная и бог знает какая, потому что, конечно, когда первые там пять дней вообще не могла встать с кровати, не могла двигаться, то я не умывалась. Ну, там, зубы чистила, и на лицо мне вообще было уже все равно. Поэтому у меня здесь и поры позабивались, и, в общем, все самое прекрасное. Меня смущает запах. Конечно же, он должен был у меня стрельнуть в нос. В принципе, здесь такой же запах, как и у консилера. То есть, такой немножко китайский аромат. Классическая китайская душка, наверное, так сказала. Давайте то, что мне на нос брызнуло, сразу перенесем на щепочки. Это самый светлый тон, 101 фарфор. И, по идее, он мне должен подходить. Я не знаю, много его надо, немного нанесу. Так, по-тю-тють, если что, будем добавлять. Все равно у нас еще консилеры есть. Мне изначально очень понравились тональные от LN на промо-фото. И я их себе почти сразу добавила в корзину, когда они вышли. Но кто-то из вас купил это раньше, чем я, и написал мне в инстаграме, что лучше не брать. Точно так же, как и консилер. И спонж у меня, кстати, влажный. Я наношу это все не сухим спонжем. И я, в принципе, многим из вас доверяю в плане косметического мнения. И как-то меня это остановило. Я думаю, ладно, не буду экспериментировать. Потом все-таки решилась на консилер и подумала, что же я вас тогда не послушала. то есть, в принципе, мнения у нас совпали. И раз уж тут такое дело, Элен отправили адвент, я думаю, но все время как раз пробовать то, на что я тогда не решилась. У нас вышел с вами сейчас очень тоненький слой. Видно, что очень хорошо перекрылись всякие покраснения. Оттенок даже мне подходит. Посмотрим, насколько сильно я сейчас потемнею. то есть, будет ли он окисляться. В этот раз я себе на руку выдавливаю. Я хочу узнать, что еще сказать, что это хоть и флюид, но видите, он такой плотненький, то есть, он оп-хоп не течет. Для сравнения, что такое для меня тональный флюид. То, что я и говорила, вот, ребята, тональный от Dior Backstage. Здесь такой же ограничитель. Так, давайте рядышком вы его чуть-чуть выдавливаете и все, он потек. То есть, это денистое текстура. так как у Элен тоже на первом месте именно вода, я почему-то думала, что это будет очень похоже по нанесению, но нет. У Элен мне даже чуть больше нравится, потому что спонжем это комфортнее разносится. Если была бы сильная водянистое текстура, то лучше, конечно, кистью вначале это вбить в кожу и только потом уже спонжем доразносить. Я хочу поднаслоить, посмотреть, что получится, тональный себя ведет. Хоть у меня кожа с шелушинками, а мне вообще ничего нигде не подчеркнуло. И в принципе даже смотрится очень неплохо. Но видно, что окисляется. У меня здесь есть разница между шеей и лицом, поэтому я на стык поднаслою. Софт мат liquid foundation матовый на левую сторону лица. Здесь уже 102 оттенок ivory, и у меня есть такое подозрение, что у нас левая сторона лица будет капельку загорелее, чем наша флюидная сторона. У меня здесь как раз активные покраснения. Так, что у нас тут? Удобный ограничитель вот такой вот с носиком начинаю все тем же мокрым спонжем. Матовый тон тоже разносить. Матовый тон, наверное, больше для тех, у кого прям активно сербом вырабатывается, то есть тоже для жирненьких. А вы что, для сухих вообще ничего не выпустили? Получается, я вроде тоже где-то об этом читала, что люди с более или менее сухой или нормальной кожей жаловались, что тональные сушат. Ну, я не обладатель сухой кожи, мне сложно этот аспект оценить. Как обладатель жирной кожи могу сказать, что очень комфортно ощущается и даже без пудры на данном этапе кожа не выглядит жирным длином, наоборот, тон хорошенько так подуселся. Добавляю второй слой, точно так же, как и флюида, решила посмотреть, как это все насловится, не будет ли у нас все колбасками скатываться. в принципе, тон, наверное, и не смог бы, даже если бы захотел скататься, потому что, видите, здесь даже неестественный финиш, а такой ближе к матовому, что у флюида, что у софт-мата, потому что все-таки для жирной кожи тональный предназначен, мне кажется. Мне прям очень комфортно, моей коже нравится. И, конечно же, здесь и оранжевая, да, нужно хорошенько стянуть это все дело. Потом, если вы вот так вот стягиваете на кожу тональный, не забывайте, что точно так же нужно будет и умыться. Ну, если бы еще и посветлее сам тональный был, не окислялся, я бы, наверное, вообще пятеру бахнула. По первому впечатлению, конечно же, потому что, ну, вообще никаких шелушинок нету. Я ожидала, что на первом видео после моего перерыва, знаете, у нас здесь просто все было бы в таких, ух, просто кожа бы во все стороны торчала, но я выгляжу нормально. Ну, мне прям нравится. Сторона флюида все-таки больше мой фаворит. Сторона с матовым покрытием прям, ну, такая, немножко текстуру подчеркивает, то есть, в принципе, если бы флюид был еще больше водянистым, между ними была бы какая-то существенная разница, а так получается, и флюид плотненький, и вот эта плотненькая, но флюид как-то лучше подстраивается под кожу, и мне он незаметнее. Он выровнял мне тон, и, знаете, а я его вообще не ощущаю, это прям хочется мимикой подвигать, а софтмат, он прям такой, тяжеленький. Если вы любите прям совсем такие глухие, тональные, то может вам понравиться. Здесь такой матовый пластик, и он очень сильно пачкается, поэтому, если хотите, чтобы баночки оставались красивыми, то если где-то хапанули с тональным, знаете, руки, когда в тональном, то сразу протираете, и тогда оно все как новенькое. Я, пожалуй, на этом остановлюсь с тонами, пусть это все дело поусядется, и очень хочется мне поносить это в такой долгой перспективе, чтобы понять, будет меня от этого сыпать или нет. У меня часто от таких бюджетных тонов проблемы даже не столько в каких-то таких активных комедонах, сколько в подкожниках, то есть у меня забиваются поры, и надеюсь, что с Элен этого не случится, потому что очень хочется полюбить вот этот флюид. все-таки не зря он мне на фотографиях тогда промо понравился. И давайте возьмем вот этот консилер, который суперплотный. Попробуем сейчас прям сделать мне холст. Да, мне кажется, я существенно потемнела. Блин, эта пипка очень приятная. Ничего не хочется, конечно, возюкать ей по лицу 300 тысяч раз, но ей очень приятно наносить консилер. И, пожалуй, прямо такой на эти недоконтур зафигачу, а почему нет? Кто мне запретит? А скинкавер давайте на лоб жахнем. Интересно, будет ли вообще разница? Хотя у меня тональные так хорошо перекрыли лоб, что я не знаю, зачем вообще мне тут консилер. но у меня по нанесению и по запаху вот этот консилер, наверное, лидирует, потому что вот этот скинкавер, он какой-то очень китайский такой. Вот у меня ко всему из подобного аромата от дужки всего такого хочется сказать, что оно очень китайское, потому что я когда тестировала Beauty Glaze, фокалер и вот эти всякие бренды, то у них зачастую что-то такое присутствует, а я, как вы знаете, не фанат китайской продукции, хоть я и для вас это все покупала, тестировала, я это либо продала, либо отдала, у меня там буквально одна палетка фокалер осталось или две, не помню, но не суть. Не большой я фанат всего этого, и если бы, ну вот правда ЛН, ну че, я же вроде не сильно там белоснежка, посмотрите, как сильно у меня здесь белое, здесь оранжевое, если бы фарфоровый все-таки оставался фарфоровым, а не делала из меня миссис апельсин, то я вообще дала высокую оценку этому, ну то есть в любом случае же продукция делается для рынка СНГ в первую очередь, и почему для рынка СНГ сделать прям оттенки, чтобы первые были прям совсем для белоснежек, ну вас бы просто разметали как горячие пирожки, задумайтесь, потому что конечно можно там не обязательно делать всю линейку прям для белоснежек, но хотя бы первые тона, чтобы были без окисления, ну наверное это было бы очень сильно популярно тогда, потому что я не считаю, что я прям совсем альбинос, но как видите, на мне все оранжевое, и давайте припудримся, пудра меня также сильно интересует, матефайн силк паудер, здесь заявлен блюр эффект, я сразу избавилась от спонжика, потому что меня он раздражает, кстати, зеркало здесь классное, оно не искажает, но пластик такой, прям видно, что дешевый, пудра ничем не пахнет, я не хочу наносить это спонжем, потому что получится прям слишком сильное покрытие, такой пирожочек, давайте возьмем пудру и запудримся, и хорошо, что я вспомнила за секунду до того, как нанесла пудру, у нас же жидкий хайлайтер, давайте все-таки вначале жидкими продуктами пройдемся, закончим с этим делом, а потом уже пудриться будем, так вот, хайлайтер у нас тон 101 эликсир, очень надеюсь, что мне он понравится больше, чем румяно-жидкий, потому что румяно как-то меня не впечатлили, просто они такие, типа никакие, не купила бы еще раз, итак, хайлайтер, делаю точечки, у меня тональный флюид, я вижу, прям вообще подфиксировался, буду наносить по чуть-чуть этот хайлайт, чтобы у меня ничего не разъело тон, вроде даже красиво, хайлайтер такой без отдельных блесточек, очень ровное свечение и текстурка в принципе тоже приятная, интересно, как это будет смотреться под пудрой на тон, кстати, классно, что тон тоже от LN, то есть по идее же продукция одного бренда должна между собой дружить, мне кажется, что она дружит, и у нас еще и две разных стороны, два разных тона, смотрим, как это все наносится, я уже не стесняюсь на вторую сторону, о май гад, какое свечение, наношу здесь поактивнее, и что у нас тут с тоном, не, не, ребят, показалось, ничего не разъедает, в принципе, главное наносить, не так, как я, в 30 слоев, ну, потому что в любом случае, если, знаете, продукт жахнуть так, что, ну, разъезд, то оно, в любом случае, разъезд, а если аккуратно наносить, то, в принципе, оно, если не разъедает, то оно и не разъезд, объяснила, как боженька, и также на зону хайлайта, куда я, в принципе, обычно хайлайт наношу, дублирую, давайте здесь хохровываем пальчиком это распределить, как будто мне немножко киндером пахнет, не могу понять, это у меня уже глюки или действительно киндером пахнет, нет, ребят, пальцем плохо разносится хайлайтер, потому что он такой кремообразный и спонж прям хорошо в кожу его втирает, видите, нет никаких не проплешин, ничего такого, что я сияю как медный таз, поэтому хайлайтер точно круче, чем румяна, да, странно, конечно, что вроде серия одна и та же и формула могла бы быть похожей, но нет, хайлайтер как-то поприятнее, очень ждем еще каких-нибудь теночков, потому что это золото прям мощное, давно я так не сияла, особенно от кремового хайлайтера, обычно кремовые хайлайтеры такие, ну, поделикатнее, и давайте теперь пудриться, надеюсь, что пудра не сильно мне перекроет это свечение, потому что мне оно нравится, набираю кистью, она у меня чистенькая, пудра летит во все стороны, скорее всего мелкодисперсная, и смотрюсь как раз в зеркальце с пудрой, что у нас оно даст, здесь заявлено, да, матирующая она должна быть, мне почему-то показалось, что может она фиксирующая, или просто как топпер, знаете, есть пудры, которые там подсвечивающие, или блюрящие, но они как бы и не заявлены, чтобы мотировать, нет, здесь заявлен матирующий эффект, поэтому по идее мы должны с вами сейчас и закрепить, и заматировать, и заблюрить, и вообще все сразу. Тяну, это прям неплохо, и зеркальце прям такое удобное, действительно есть блюр, то есть где у меня текстура, мне кажется, что она немного подошла, по эффекту ближе всего мне напоминает рисовую пудру от Белор Дизайн, только вот эту от ЛНПРУ еще и оттенок имеет, у меня, кстати, не самый светлый, 102 лайт беж, я бы, наверное, если бы сама покупала, то выбрала себе какой-нибудь 101, но в любом случае на коже это сидит прям отлично, так что пудрой я точно буду пользоваться, что у нас из сухого еще такого осталось с вами, еще, ребят, румянец надо попробовать, я тут сразу свой старый тоже подогнала, не уверена, что нам он сюда подойдет, он прям совсем розовый, здесь, конечно, персик в тему, в тему, вот этот 101 оттенок идеально подходит розовый именно под палетку дасти, то есть более холодную, я думаю, не зря в адвент вот так это парой положили, и персик, соответственно, под сэнди больше подходит, поэтому розовый мы с вами убираем, я им пользовалась, но не часто, потому что очень сильно пигментированная формула, и при этом розовый оттенок, ну, как бы, не самый какой-то редкий, а вот этот оттенок меня, конечно, больше уже интересует, 103 персик, боже, ребят, оттенок очень красивый, и я надеюсь, что он сейчас нам под щечки вот это все, ой, я уже хочу все наносить, давайте, кисть чистая, вот, один раз прикоснулась, да, здрасте, здесь тоже пигментация, дай боже, давайте вработаю это в колпачок, ну, не в колпачок, а в крышечку, оформление у новых румяной лэн изумительное, но меня смущает, конечно, пигментация, потому что с ней прям очень легко переборщить, и у вас получается даже иногда как будто эффект долматинца, но не то, чтобы выпить нити, но нет, выпить нити, то есть, если у вас кисть недостаточно мягкая, или вы где-то там лишний раз не стряхнули, у вас прям будут очень активные щеки, я люблю румяна, люблю румянец, у меня 2021 год, это просто румяна на максималках макияжа, но вот такой эффект получается, это я прям очень аккуратно набираю в крышечку, вырабатываю, еще и стряхиваю, и пытаюсь не напятнить, то есть, это так красиво, румяна стоящие, но, ребят, вопрос главный, стоит ли вот это все возняет, а ваших усилий, когда можно взять румяна, которые там не будут пятнить, не знаю, с другой стороны, они на скидке прям очень бюджетные, и здесь прям очень сладенькая вот эта упаковка, мне нравится, когда они рядышком лежат, это просто милота какая-то, очень классно, что сама упаковка в оттенок румян, и вам не нужно долго искать по комнате, вы смотрите, ага, хочу персик, соответственно, оно там персиковое, хотите розовое, оно там розовое, боже, какой красивый румянец, да, я, конечно, переборщила явно, я тут вся уже оранжевая, но можно подуспокоить немножко спонжем, так, давайте я быстренько доделываю макияж, и будем с вами делать выводы, подуспокоить Вспомнила, что еще вот хотела сказать. В адвенте этого не было, но у LN Pro выходили вот такие жидкие фольгированные тени. Ну как жидкие, оно написано, что он liquid. Но по факту, ребят, это просто такие как хлопушки. У меня они разбились при первом же падении. И мне казалось, что адвент, ну знаете, типа будет тоже что-то. Там серединка наполовинку, но нет. Видимо, я как всегда с легкой руки заказала вначале что-то, что мне там понравилось и не понравилось. Ну что-то больше, что-то меньше. И я очень рада, что ко мне попал все-таки в руки данный адвент. Что я попробовала и хайлайтер, и румяный именно в персиковом оттенке. Потому что мне кажется, именно персиковым цветом я буду пользоваться. Он очень необычный и очень красиво смотрится. Что мне еще понравилось? Нет, давайте вначале я вам покажу макияж вблизи. Так, ребят, сейчас выглядит макияж. Крашусь я... Ого, час сорок семь я крашусь. Это все прекраснее. Так что можно сказать, что тени, если бы хотели скататься, они бы уже давно скатались. Но нет, все на месте. Мы без базы работали только на консилере. И консилера там было многовато, потому что он никак не хотел распределяться. И он такой жидкий весь. Поэтому для Каткриза, повторюсь, не советую я вам использовать вот этот Touch Up Cover Fluid на глаза. Потому что, ну, это просто некомфортно. И если уж у вас от LM есть консилеры, то для Каткриза на глазу лучше вот эту штучку брать, Skin Cover. Но при этом, если из двух консилеров я бы себе что-то и оставляла, то скорее всего вот этот. Потому что он как-то получше работает на лице. А для глаз у меня там и свои другие консилеры есть любимые. По поводу блеска, да, на удивление, хочу его выделить. Даже поверх помады сейчас он ничего не разъедает. Он мега комфортно ощущается. То есть я бы это плампером не назвала. Хоть там и написано плампинг. Но мне кажется, это эффект чисто визуальный, а не вот этого покалывания. Именно за счет глянцевости губы кажутся более объемными. Как-то так. Поэтому однозначно блески тоже буду использовать. Возможно, даже если он закончится, я его перекуплю. Потому что он прям клевый. Так что кого-то из вас розовый такой же порадует. После ребрендинга LN Professional London в более современной LN Pro у меня сложилось уже какое-то свое впечатление. И я им с вами делилась не раз, что все-таки много чего меня расстраивает из их продукции. Потому что, ну, есть, например, палетки, которые, конечно же, я говорю про Infinity Color, которые я считаю, что выпускать в 2021, ну, просто кощунство и издевательство над покупателем. Потому что оно некачественное, пластик не очень, сияшки единственное, что достойно там вашего внимания. И при этом разница не колоссальная между Infinity Color и мультифинишной палеткой. Поэтому однозначно, если уж и вы хотите что-то приобрести от LN Pro нового, то это мультифиниш. Мультифиниш палетки, они классные. Если у вас что-то есть из мультифиниша, возможно, краскэнди, которую я хочу, или еще какой-либо оттенок, поделитесь своим опытом использования. Мне будет интересно почитать, что вы думаете об этом запуске, нравится ли вам сияшки так же, как и мне. Конечно, на базах это все еще красивее раскрывается. К сожалению, мы сегодня базу не использовали, но даже на консиллере при наслоении это все достаточно празднично и симпатично, и специально никакого дополнительного глиттера не наносила, чтобы вы видели именно игру вот этих блестяшек от теней, а не от каких-то дополнительных блесток. По продуктам для лица, давайте так, я скажу вам. Если бы я как бы сама это купила, то я бы еще больше расстроилась от того, что объективно я оранжевая. Вот здесь, так как я на шею достаточно далеко стянула, мне интересно, насколько в кадре будет видно вот эта вот полоса. Сильно окисляется, и я, конечно, такое очень сильно не люблю. Тональный от Belor Design Nude Harmony точно так же себя ведет. Классно сидит на коже, классно выглядит, но при этом безбожно рыжий на мне. И я его ругала, поэтому будет нечестно, если я не поругаю LN Pro. У меня вот действительно флешбеки и вайбы Nude Harmony от Belor Design, то есть мне нравится, как моя кожа сейчас выглядит. Но что мы окисляемся, я не знаю. Мне бы хотелось, чтобы бренды, которые нацелены на СНГ, все-таки учитывали розовый потон, учитывали белоснежек, потому что ну а нам чем краситься, сидеть вот это вот на шею что-то стягивать или аджастеры покупать. Ну, хотелось бы, чтобы все-таки производитель думал и о славянках. Я имею в виду о славянском потоне и типе кожи. Очень хочется это все попробовать больше в долгосрочной перспективе, посмотреть, как это будет носиться с маской, без маски, так как я все еще, ребят, болею. То есть у меня, ну, не сильно хорошее состояние. У меня нет возможности сейчас это долго куда-то носить, уж тем более выходить на улицу с этим всем делом. Когда я, ну, постепенно буду выходить в какое-то более или менее здоровое состояние, то, конечно, будут какие-то и включения и все такое. В общем, по классике. Но сейчас вот тестирую, как могу. Я вообще рада, что могу сейчас перед вами сидеть перед камерой. С того света вернувшаяся, можно сказать. Пудра действительно блюрит и очень хорошо уселась на коже. То есть я ее не ощущаю. Опять хочется подвигать лицом. Вообще ничего из того, что на мне сейчас нанесено, никак не ощущается. Ничего не чешется, ничего нигде, ни маской не легло. То есть по комфорту все отлично. Но я жирненькая, у меня жирный тип кожи, жирной сибареи. И я более чем уверена, что если бы у меня была сухая кожа, то, возможно, мне бы сейчас это все стянуло. Поэтому, ребята, с сухим типом кожи ждите новых запусков LN. Я, наверное, вам бы все-таки не советовала. То, что есть сейчас в коллекции, вам оно будет сушить, откровенно говоря. Хайлайтер мне очень понравился. Буду точно им пользоваться. Даже под пудрой у меня как будто такое свечение изнутри. Я, конечно, очень много жахнула. И у меня кожа такая вся, ну не то, что жирный блинчик. Я такая игривая, светящаяся глазкин корейский в подарок. А, удобно. В любом случае хайлайтер намного-намного приятнее, чем румяна. Румяна что-то вообще мне не зашли. И я их оставила. Они у меня как бы стоят на столике туалетном. Но так я ее даже подготовила. Но и вот они, ребят. Liquid Blush. Но я ими не пользуюсь. Мне не нравится эффект на лице. Мне не нравится оттенок. То есть на моем оттенке кожи они особо ничего не делают. Хотя так-то вот на руке оттенок приятный. Он как будто тоже немножко персиковый. Нектарин называется. Не пич. Это нектарин у Элен. Сейчас я пожирнее нанесу. И по идее на щепчиках это должно быть симпатично. Но мне ни текстура не нравится. Ни то, как это на мне выглядит. И также заявлено, что это можно использовать на губах. Нет. Я как не использовала, так и не использую. И не выкинула. По сути, только потому, что иногда в обзорах можно вам это упомянуть и показать. Ну и плюс сравнить с текстурой хайлайтера что-то такое. Что-то, ребят. В целом классный адвент у Элен вышел. И у меня, наверное, даже немножечко в лучшую сторону изменилось мнение про Элен Про. Потому что, конечно, когда бренд был ну прям мега бюджетным. У меня прошлой зимой выходило видео про Элен Профессионал именно с их старыми запусками. И там палетки Infinity Color именно старые. Мне многие писали, что это, знаете, косметика из перехода. Меня тогда удивило, что даже при старом качестве Элен Профессионал там все равно можно было выбрать себе что-то классное, бюджетное. И, конечно же, когда Элен Профессионал стали Элен Про и упаковки, конечно, симпатичнее намного стали, я просто думала, что будет еще круче. То есть, наверное, у меня были какие-то слишком завышенные ожидания. Так что я с удовольствием буду ждать новых запусков Элен Про. Будем с вами все пробовать. Конечно, ни одного бренда не бывает, чтобы все прям сразу получалось. Но я верю, что Элен Про на правильном пути. Баночки красивые. Что-то прям отлично работает. Что-то требует доработки, на мой взгляд. Но, в любом случае, это все мое личное субъективное мнение. Вам не обязаны не нравиться то, что не нравится мне. И также вы не обязаны любить то, что понравилось мне. Все мы разные. У всех у нас разные потребности. Буду ждать вас в комментариях. Напоминаю, что в этом видео розыгрыш. Поэтому не забывайте оставлять свой ник в инстаграм, чтобы я могла вас потом найти. Спасибо за всю вашу активность. Спасибо за поддержку в 2021 году. И надеюсь на вашу поддержку также в 2022. Если хотите поддержать меня, можно поставить пальчик вверх. Подписывайтесь, чтобы не пропускать еще больше новых и бюджетных видео. А нам с вами. До скорых встреч.